Я рада продолжить тему, которую начала Ирина, потому что если Unilever – это компания B2C, то есть продают продукты непосредственно потребителю, то UPM – это компания B2B. То есть все, что мы делаем, дальше используется какими-то другими компаниями для своего производства, в том числе и Unilever тоже. Так вот, конечно, компании, чтобы им существовать, у нее должны быть счастливые акционеры. И мы не можем, как компания, все свои деньги до последнего цента вкладывать в устойчивое развитие. Мы должны еще приносить прибыль акционеров. Но, конечно, сейчас акционеры все больше и больше задаются вопросом, не только сколько вы заработали денег, а то, как вы это сделали. И вот я хочу сказать, что тема выступления, что устойчивое развитие – это не только полезно для общества и экологии, но это еще и выгодно для акционеров. Значит, UPM – это компания со своей штаб-квартирой в Хельсинки, но вообще мы ее международная компания, у нас производство на площадке 12 стран. В этом слайде видно, что, как я сказала, да, конечно, мы производим продукцию B2B, но очень многое из того, что производим, находится вокруг нас, как потребителей. То есть это и этикетки, которые, например, по пророкции Юния Левер, это и фанера, которая используется в строительстве, это и целлюлоза, из которой делают всевозможные предметы личной гигиены, и бумага в том числе, естественно, и бумага есть тоже, которая используется для офисных нужд и для полиграфии, и белого материала, который в строительстве используется, то есть много всего. И, конечно, от качества этих продуктов, от того, как они произведены, тоже зависит наше с вами качество жизни. Вот Ирина из ложной скромности не сказала, но на самом деле и Емель Левер тоже лидеры в индустриальных индексах Dow Jones, на которые смотрят, опять же, акционеры при принятии решений о покупке тех или иных акций. И быть индустриальным лидером, на самом деле, это очень сложно, потому что за этим стоит огромная работа всех людей внутри компании, и удержать эти позиции еще сложнее. Так же, как и Unilever, мы входим в клуб лидеров глобального договора ООН. Это те компании, которые действительно очень много делают и своим примером показывают, как можно внедрять в принципе устойчивое развитие свою работу. Да, конечно, я, наверное, не открою никому секрет. Естественно, все глобальные тренды, такие как изменение климата, растущий дефицит ресурсов, рост потребителей среднего класса, они являются теми глобальными мегатрендами, которые, собственно говоря, определяют вообще будущее планеты и будущее компании на рынке. Соответственно, мы считаем, что мы, лесопромышленная компания, основной наш ресурс – это ответственно управляемые леса. Леса возобновляемые ресурсы, поэтому сейчас последняя наша такая стратегическая цель, которая была озвучена нашим СИУ осенью, это называется Beyond Fossils. По-русски это очень сложно перевести коротко, но, короче говоря, решение для эры за грани использования ископаемых видов топлива. И мы считаем, что мы, как лесопромышленная компания, у нас есть все знания, умения и опыт, чтобы действительно сделать вот эту вот, может быть, сегодня кажущуюся немножко сумасшедшую идею реальностью, и мы к этому движемся, потому что мы знаем, как ответственно управлять лесами, как сделать так, чтобы лесами истощались, чтобы у них биоразнообразие сохранялось, чтобы росло больше, чем выгруппали. Мы знаем, как сделать так, чтобы производство было энергоэффективно и использовало минимальное количество воды, как сделать так, чтобы отходы от нашего производства превращались в новые ресурсы для новых продуктов. И, соответственно, мы даже сдали предварительство 2015 года биодизель на основании эталового масла, это обычный продукт производства целлюлозы. Для общественного транспорта или обычного транспорта в Финляндии, пожалуйста, на заправках вы можете купить дизель, где будет определенный процент нашего биодизеля. Соответственно, как я уже сказала, экономическая эффективность невозможна без роста компании, рост невозможен без инноваций, и все это держится на ответственности. То есть вот это четыре абсолютно равнозначных для нас столпа ведения бизнеса. Да, сегодня уже, естественно, Светлана и Ира говорили про цели устойчивого развития ООН. Мы для себя, как называется, удочерили шесть целей, почему шесть и не семнадцать. Мы провели такой очень доскональный внутренний анализ и поняли, что это те цели, в которых мы оказываем либо максимально негативное воздействие на данный момент, либо можем оказать максимально позитивное воздействие. То есть, конечно, это цели по здоровью и благосостоянию наших собственных сотрудников, потом хорошие рабочие места и экономический рост, инновация инфраструктура, ответственное потребление и производство, климатические изменения климата и жизнь на Земле. Вот на этом слайде показан наш подход. То есть все начинается с устойчивого лесного хозяйства, как я уже сказала. Благодаря инновациями, ответственным операциям на цепочке создания стоимости и циркулярной экономики все замкнуто и все также во главе ООН стоят наши высокоэффективные сотрудники. Конечно, мы лесная компания, поэтому, прежде всего, наши ответственные операции начинаются с соответственного лесопользования. Наши собственные леса в Финляндии, США и Урубая на 100% сертифицированы. И к 30-му году все волокно, которое мы покупаем на рынке, должно быть тоже сертифицировано. В 18-м году их же стояло в 81%. Но, тем не менее, даже в 19%, которые на сегодняшний день не ассоциированы, мы знаем, откуда происходят древесины и мантрешевые происхождения. Также по лесу, естественно, большой вопрос всегда у зеленых. Татьяна меня может поправить, вызывает вопросы о сохранении переразнообразия. Мы тоже активно сотрудничаем с всевозможными переразнообразными организациями и ведем диалог с ходулями, чтобы это переразнообразие сохранять и не нарушать. Также мы не используем древесину из логических лесов. Мы не работаем в регионах, где упоминаются права местного населения. В России мы не закупаем леса, которые принадлежат исправительным учреждениям, потому что там используется рабский труд, например. Мы сажаем 50 миллионов деревьев в год. Прежде всего, конечно, там, где мы владеем деревьями, но в России у нас тоже есть ежегодное корпоративное мероприятие. Мы помогаем нашим выставщикам веса заниматься лесосстановлением. Мы сажаем много-много гектаров в Ленинградской и Новгородской областях с силами своих сотрудников. И 30 лет назад, например, когда Юбьям и наши предшественники пришли в Урбай, там не было плантации. Там все земли практически использовались по сельскому хозяйству, которое, как мы знаем, вносит очень большой вклад в выбросы СО2. Соответственно, за 30 лет мы посадили там много плантаций эвкалипта, которые используются для варки стилеоза. И наши леса, посаженные нами, поглощают где-то 24 миллиона тонн СО2 в год. Соответственно, если мы вернемся к тому слайду с популярной экономикой, то, конечно, не только важно, что наши продукты, они биоразлагаемые, да, это бумага, прежде всего, но мы делаем все, чтобы повысить энергоэффективность нашего производства, снизить отходы. И вот здесь вот есть цифры за, там, 10 лет, то есть на сколько снизился объем сточных ввод. 70% топлива, которое мы используем в своем производстве, оно биотоплива, то есть это отходы производства нашего собственного. И 30% мы покупаем, соответственно, на рынке. И 90% отходов производства на сегодняшний день перерабатывается или утилизируется. К 30-му году эта цифра должна быть 100%. Да, вот я это сказала. Кроме того, естественно, мы очень активно работаем с нашими поставщиками. Вот здесь на полугу лежит наш кодекс корпоративного поведения, но у нас есть такой же кодекс, основанный на этом кодексе для поставщиков. И этот кодекс для поставщиков, он идет как обязательное приложение каждому договору, во всех странах мира, где мы работаем. Я участвовала, например, сама в аудите поставщика. Мы для завода в чудо покупали биокотелы в Пийске. Я ездила на аудит этого поставщика. Конечно, очень сложно, потому что это некий культурный шок для российской небольшой компании, когда к ним приезжают аудиторы. И, в общем, не с тем, чтобы наказать. И, наверное, целый день ушел на то, чтобы мы объясняли, что мы не для того, чтобы вас наказать за что-то, а чтобы помочь вам. И внедрить какие-то новые методы работы, которые вам уже помогут в будущем продвигать свой бизнес. Также, да, вот Светлана говорила правильно, что устойчивое развитие – это три аспекта – экономический, экологический и социальный. И, конечно, наши сотрудники, они у нас в приоритете в социальном аспекте, потому что мы очень активно работаем над снижением несчастных случаев на производстве. К сожалению, у них все еще есть, но к 30-му году эта цифра должна тоже быть ноль. И, конечно, обучаем сотрудников вот этому кодексу корпоративного поведения, потому что это не просто бумажка, которую прочитал и забыл. Это обучение в игровой форме. И, в принципе, каждый менеджер отвечает на своих сотрудников, чтобы все прошли это обучение. Также, да, подход к… Когда мы разрабатываем новую продукцию, мы думаем о том, что случится с продуктом после того, как его используют, что с ним будет дальше. У нас есть ограничения по использованию химикатов в нашей продукции. Все это висит на нашем сайте, можем посмотреть. Примеры. Мы в крупнейшем мире перерабочим при графической макулатуре. Треть селья, которые мы использовали для производства бумаги, это макулатура. Мы одними перерабатываем столько же, сколько весь российский рынок вместе взятый за год. В России у нас тоже есть… Тут упоминание экологического просвещения детей. У нас есть проект по сбору макулатуры в школах, который идет в Москве, в Санкт-Петербурге. И в Петрозаводске уже с 12-го года очень активно и успешно. И помимо того, что мы собираем вместе со школьниками макулатуру, мы проводим для них эко-уроки, объясняем, почему макулатура – это сырье ценное. И, в общем, это такой хороший проект. Также Ирина уже упоминала Эллен Маккартор Foundation. Почему я об этом говорю? Потому что один из бизнесов производит у нас этикетки. И не только бумажные, но и пластиковые. Соответственно, мы тоже присоединились к этой инициативе с теми целями, о которых я уже говорила. Также, как мы… Что мы делаем, собственно, с отходами нашего производства? Вот один из примеров – это террасная доска, где основной компонент – это отходы от, собственно, производства наших смотрящихся материалов. И я уже упомянула биодизель. С 2015 года производится в Финляндии. Сейчас собираются строить второй завод по немножко другой технологии, но тем не менее. И этот биодизель, он, конечно, существенно снижает выпросы СО2 от двигателей внутреннего сгорания. И на 100% он производится из возобновляемого сырья. Также, как всего мы его достигаем, естественно, у нас огромный отдел исследований и разработок. Мы тратим 1% от нашего глобального оборота и прибыли на исследования изработки каждый год. И вот, как пример, тоже новый абсолютный продукт – это такой гидрогель на основе целлюлозы для медицинских исследований, который уже применяется для исследования раковых заболеваний в Хельсинском университете. Соответственно, компания – это такой живой организм, который влияет на всё – и на борьбу с изменением климата, и на местные сообщества, где он работает, и экологичная и безопасная продукция, которую мы производим, и, естественно, благополучие наших собственных сотрудников. Соответственно, вот всё это для нас устойчивое развитие, и мы делаем очень много в каждой из этих областей. И вот это наша стратегия. Спасибо вам большое. 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 Спасибо вам большое.